Рядом со мной находится прекрасная Галина Кравченко. Мы успели ее забрать к себе на интервью, прямо как она сошла со сцены. Она выступала в качестве спикера на Russian Fashion Retail Forum. Галина, какие вопросы вы затрагивали и что вообще было на повестке дня сегодня? Сегодня тема посвященная Digital Retail и Fashion Digital. Собственно, я как специалист по управлению ассортиментом в своей повседневной деятельности как раз вот этими вопросами занимаюсь. Что интересно, что Digital управление ассортиментом, а Digital Buying, он всегда начинается с классификации продукта. Это та опция, которую, к сожалению, игроки рынка до сих пор несколько игнорируют и несовершенно описывают этот продукт. Ленятся, так сказать, описывать все свойства и характеристики, особенности кроя, манжета, фактуры ткани. То есть, понимаете, что есть что описать. Но что самое интересное, что помимо описания есть еще что считать для того, чтобы этот Buying сделать точным, для того, чтобы понять критерии успеха тех или иных моделей. И по большому счету в основе искусственного интеллекта, предлагающего Digital Design или Digital Collection, лежит так называемый конструктор Lego, который всегда ссылается на эти свойства и превращает качественные характеристики продукта в конкретные цифры. Или вот эти волшебные Digital Collection или Digital вещи, которые мы видим. Поэтому вот об этом был мой доклад. Галина, у меня, как вы начали перечислять, у меня случился небольшой перегруз в голове. Давайте по порядку. Что такое Digital Assortiment? Ассортимент Digital? Это как? Digital Assortiment. Digital Assortiment – это, с одной стороны, цифровой продукт, который виртуально одевается на фотографии и уже за это берут деньги. То есть самое известное платье за 9,5 тысяч или коллекция за 10-33 доллара, и вам не нужно одеваться в эту одежду, вы подгружаете свою фотографию, одеваете на цифровой ассортимент, Digital Assortiment, вот он в апогее, с одной стороны. С другой стороны – это возможность другого баинга. Когда компания, тут два аспекта – производители и, скажем так, ритейлеры, да, закупщики. То есть компания-производитель, она имеет возможность не отшивать конечный образец, брать основу предыдущих коллекций и заливать принтом, цветом новым, например, подставлять пуговицы и через эти картинки делать конкретную закупку, потому что делают выбор. Если за это проголосовали – welcome сделать. И другая история – это, конечно, для конечного покупателя, который тоже будет погружен в эту среду. И более того, это возможность для байера, разбирая ассортимент на части, понимать, вот что конкретно этот бантик нужно не только в блузках закупать, но еще и в платьях закупать, например. Это потрясающая функция, можно сказать, будущего, недалекого. Как скоро мы увидим такие технологии, грубо говоря, на российском рынке? Они уже внедрены. Ну, потому что компания Tommy Hilfiger, она уже осуществляет digital buying еще с 16-го года. Собственно, цифровые платья, цифровая одежка известная. Это, по сути, те же самые скины, которые вы одеваете на персонажей. И есть масса приложений типа The Sims, где можно купить на свой скин, купить одежду Moschino или купить, я не знаю, Keda New Balance там в другом приложении, одеть на свой аватар. То есть это уже есть. Это не завтрашний день. И, собственно, есть компании, которые предлагают услугу кастомайзинга, которая тоже, по сути, подразумевает диджитализацию, где вы можете накликать на рубашечку, какого цвета, какие пуговицы, какую вышивку, и собрать для себя тот конструктор, который нужен вам. Это очень удобно, в первую очередь для конечного потребителя. Галина, спасибо огромное. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok